Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Волна. Сигнал тревоги разносится над спящим городом. То, чего так боялись сейсмологи, сбылось. Сильнейший тектонический сдвиг вызывает обрушение горного массива. Теперь гигантская смертоносная цунами движется прямо на людей. Опытный геолог Кристиан Айкард оказывается в эпицентре самого страшного кошмара в своей жизни. Орлом Сандреас. 2015 года. Рэй – пилот спасательного вертолета, который всю свою жизнь помогал другим людям. За все время работы он насмотрелся на множество жутких вещей и не раз оказывался в очень сложных ситуациях. Несмотря на все преграды, он спешил на помощь, даже не предполагая, что самое страшное ждет его впереди. Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Вряд ли есть человек, не знающий о запретном плоде или о первородном грехе. Одной из наиболее известных историй, имеющих аналоги практически в любой религии и в мифологии разных народов, является история о Великом Потопе, бедствии, которым Бог наказал человечество за его многочисленные грехи и покарал всех, кто не хотел жить по заветам Создателя. Смерть Супермена. Видео. Кларк Кэмп подумывает о том, чтобы раскрыть возлюбленными Лоис Лэйнсу свой самый большой секрет, что он не является Суперменом. В это же время на земле пребывает страшное чудовище Донсдей, обладающее невероятной силой и злобой. Все супергерои в составе Лиги Справедливости с трудом сдерживают монстра, поэтому Супермену придется отложить свои личные дела и постараться помочь товарищам победить врага. Невозможная. Лента о событиях, разворачивающихся на фоне цунами 2004 года. Мыши охота. 1997 года. Братья Ларс и Эрниш Мунс не придают особого значения унаследованному ими старому полуразрушенному особняку до тех пор, пока они не узнают, что их ветхая недвижимость стоит миллионы. Но есть одна проблема. Чтобы продать дом, братья должны избавиться от его единственного и упрямого обитателя – маленькой, но очень цепкой мыши. То, что поначалу кажется детской игрой, становится настоящей грандиозной битвой. 2012. Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году планеты Солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом, что приведет к глобальным природным катаклизмам. Сильнейшие землетрясения, цунами и извержения вулканов превратят страны и целые континенты в руины. Недавно ученые подтвердили, что этот миф может стать реальностью. После завтра земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе. В одной части света все живое погибает от засухи, в другой разбушевавшаяся водная стихия сносит города. Близость катастрофы внуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период. В комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!